По поводу помощи. Украина получит от западных партнеров дальнобойные ракеты, способные поражать цели на глубине 120-150 километров, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. По его словам, ракеты поступят в Украину в течение первого полугодия. Не факт вообще, что это будут Атакамс. Есть и другие дальние ракеты. Да, Орки теперь прячутся за 120-150, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться, и мы дотянемся, сказал министр. Как-то вроде, знаете, новость такая, и вроде и дадут хорошо, но в течение полугодия, это вот слово полугодия размазывается вот по этим шести месяцам, а ракеты нам нужны уже сейчас. И дальность 120-150 километров тоже, ну ведь это не так далеко, ведь нам нужно 300 километров плюс. Ну, нам нужно, знаете, тут надо быть военным, чтобы рассуждать, нам нужно и несколько тысяч, хорошо бы, чтобы доставать до всех аэродромов России, нам бы хорошо бы ракеты воздух-воздух, хотя бы на 300 километров, потому что тогда мы бы сбивали их стратегические бомбардировщики, вот эти, которые по нам выпускают ракеты, мы бы с наших самолетов их сбивали. Но этого нам тоже не дают. Поэтому нам много чего не дают. Полгода размазано, да, ну, кстати, вот это единственный такой пункт, в котором я бы не стал бы большим пессимистом, потому что все-таки, когда нам говорили что-то четко, что нам вот что-то дают, оно очень быстро всегда оказывалось на фронте, и никогда это никуда не девалось. Когда говорили про Хаймарсы, то вдруг выяснялось, что они уже на границе с Польшей. Нам только сказали, они вот уже здесь. Может оказаться такое с ракетами, посмотрим. Да, понятно, что это нам мало, по расстоянию я имею в виду, но я почему-то верю, что полгода сказано специально, чтобы не давать никакой лишней информации россиянам. Ну, а пока мы же куда-то там очень удачно попадаем. Вот последние сутки двое прямо и в Бердянск, и в Донецке прокуратура, так называемый ДНР, и воинская часть, и вообще сейчас около 20 разных объектов за последнюю ночь только уничтожены российских именно дальнобойными средствами такими. Ну, видимо, Хаймарсами никто там точно название не указывает. Ну, а для большого наступления, которое, ну, сейчас про него все уже говорят, конечно, нам понадобится, скорее всего, возможность достать, да, нам же, кстати, выдали разрешение на то, чтобы мы, Крым, спокойно обрабатывали военные объекты России в Крыму. Нам выдано разрешение из Госдепа теперь США, прямо официальное. Вот поэтому эти ракеты очень хороши для того, чтобы мы смогли там по Крыму бить по военным частям России. Да, вот это заявление Виктории Нуланд, что они, как и раньше, так и сейчас считают Крым, что это Украина, и Украина имеет право наносить удары по военным базам, которые Россия наплодила в оккупированном Крыму. Давайте это заявление, кстати, обсудим. Это тоже очень знаковое и важное заявление. Почему оно было озвучено сейчас? Сейчас много, возможно, я вот сейчас предположу аккуратно, а вы скажите, да или нет, что очень много появилось домыслов и слухов, что коллективный Запад, не будем говорить США, хочет немножко вынести за скобки вопрос Крыма для решения и так далее, и так далее. И, возможно, чтобы опровергнуть вот эти слухи, заявление Нуланд звучало, что Крым – это Украина, и Украина имеет полное право наносить удары по объектам в Крыму. Ну, во-первых, я думаю, что, почти уверен, что в Евросоюзе нет согласия по вопросу о том, при передаче вооружения, я имею в виду, нет вот такого единого мнения. Нет, есть единое мнение, что Крым – это Украина, но при передаче оружия мнение о том, нужно ли разрешать Украине воевать в Крыму этим оружием или не разрешать, такого прям единого мнения нет. Хотя после ударов в августе, которые мы первые наносили по Крыму, Шольц сказал, что да, все правильно делаете, нужно, можно. И тогда же министр обороны США сказал, что нужно и можно, и британцы сказали, что нужно и можно. Но вот прям единство всех стран, я думаю, что не обязательно, что и существует. Есть самые осторожные страны, которые опасаются этой эскалации так называемой и так далее, применения ядерного оружия. Это то, как все понимают эскалацию другого, никто ничего не боится. Со стороны Российской Федерации имеется в виду. Поэтому американцы должны были обозначить, что вот наше оружие точно можно. Поэтому вы там, товарищи, значит, европейцы, тоже давайте-ка вступайте в наши ряды. Это по поводу оружия. По поводу того, что вынести за скобки при переговорах. Да, да, это не совсем даже вынести за скобки, как раз наоборот, это некое ужесточение позиции было. В словах Нуланд одно интересное. Уже много раз говорили о том, что, в том числе, кстати, украинская сторона, наши дипломаты, что Крым может быть освобожден дипломатическим путем. Что это означало? Мы же за 8 лет не смогли его освободить дипломатическим путем, пока он был оккупирован. Но что должно было поменяться? Что вот военная победа Украины в каком-то виде свершившаяся, и дальше какой-то договор о перемирии с указанием в этом договоре, что в течение такого-то срока Крым будет возвращен так-то и так-то Украине. Это нормальная практика. Так заканчивалась Первая мировая война. Никто в день перемирия войск ниоткуда не выводил. Так заканчивалась война в Карабахе из последнего, из свеженького. Прямо вот именно так она заканчивалась, где было написано, что да, война 44 дня, а вывод войск этих, ну, назовем их проармянских, условно говоря, по этому договору после 44-дневной войны был расписан на два года вперед. И последние войска из Лачинского коридора были выведены вот сейчас уже в этом году. Поэтому и здесь тоже. У нас, тем более, у нас объекты размером очень большие, такие как Крым. Ведь россиянам нужно будет эвакуировать миллион человек, грубо говоря, из Крыма. Имеется в виду, кроме военных. Потому что они туда понавезли, и можно всех этих людей куда-то там вывезти за собой. Они же не останутся здесь жить, все эти военные пенсионеры и так далее, которых они понатащили. И вот что обозначила, значит, Нуланд. Она сказала, что как минимум Крым должен быть демилитаризирован. Как минимум. То есть, что да, мы можем давать какой-то срок на вывод всех, на переброску там всех этих людей и так далее. Но вот вывод армии, именно российской, должен быть сразу условием. Она говорит, без этого война не может закончиться. То есть, пока там стоят российские войска, война не может закончиться. И это логично, как говорят, опять-таки, военные. Крым – это некий форпост для того, чтобы наступать на Украину. И мы видели, действительно, что основные завоевания россиян, которые им удалось, пока удается удерживать, после 24 февраля, они все из Крыма и произошли. Вот. Поэтому и благодаря Крыму. То есть, отчасти из Крыма физически, когда заходили войска, отчасти, например, почему Мариуполь был уничтожен полностью авиацией российской. Потому что она могла летать из Крыма туда и пользоваться тем, что там мы сбить ее не могли. А если бы не было Крыма, а если бы Крым был в Украине, то все, никто бы никуда не летал, и Мариуполь был бы цел. Ну, как минимум, большинство людей были бы живы. Поэтому, да, первым условием, видимо, как раз наоборот, она более жестко обозначила, что да, мы можем говорить при мирных переговорах о том, что Крым будет потом возвращен в Украину, но демилитаризация сразу, а не потом. Лукашенко вновь начал вспоминать про четыре направления, откуда должно было быть нападение на Белоруссию. На карты до сих пор не показал, хотя обещал. Потом вот это заявление, что никому не удастся отсидеться, и что он готов вступить в войну, лишь только один солдат зайдет на территорию Белоруссии. Он будет защищать, и там мало не покажется. Вот эта активизация Александра Григоровича, вот тоже накануне годовщины полномасштабного вторжения, это такой моноспектакль для Путина, или это тоже некие сигналы Западу тоже, потому что он сказал, что не только Украине, но и другим соседним странам? Ну, конечно, на первом месте здесь моноспектакль для Путина, ведь Лукашенко вызвали в Москву, о чем он честно рассказал на пресс-конференции, что вызвали, когда Путин говорит, я как, спасибо вам, что вы приехали, он говорит, а что, разве я мог не приехать, у меня разве был выбор, сказал Лукашенко. А это в протокол теперь занесено, то есть выбора у него не было. И все эти обещалки, которые он раздавал, что, дескать, через нашу территорию можете идти, пожалуйста, но в нашей армии участвовать не будет, вот только при таких-то условиях она будет участвовать. Это все было рассказано Путину. Вот я, кстати, не знаю, но в момент, когда мы с вами разговариваем, просто не знаю, честно, где сейчас Лукашенко, он уж доехал до Белоруссии или нет. Потому что сразу после визита были очень странные истории. Самолет Лукашенко не полетел обратно в Минск. Он полетел, да-да-да, это не первый раз история. Нет, я не знаю, может, уже вернулся, я же не слежу там постоянно. Есть там телеграм-канал. Тай-ротар и отслеживать, где сейчас Александр Журович. Да-да-да, но там в чем была ситуация, наверное, нет, вот сейчас уже вернулся. Сейчас уже вот вроде вернулся, вот какие-то фотографии вроде выложили там, насколько я понимаю. Но была задержка некая такая серьезная. Если в прошлый раз, когда он ездил с визитом в Сочи, то он вдруг потерялся. Лукашенко в буквальном смысле, он не могли найти. А потом он нашелся в Абхазии. И почему он оказался в Абхазии, да еще и со своим сыном в Абхазии. И тогда возникли большие подозрения, что он в заложниках в Абхазии, у россиян имеется в виду. И вот сейчас после нынешнего визита совершенно необъявленным образом из Москвы его самолет полетел куда-то в какой-то Смоленск, или какой у них там есть город, не знаю. И застрял в этом Смоленске. Потом этот самолет прилетел, но никто не видел самого Лукашенко. То есть самолет отправили, Лукашенко не было. Путин в этот Смоленск ехал на бронепоезде на своем в это же время, пока самолет Лукашенко, да. Ну, бронепоезд Путина, точнее, ехал тоже в этот Смоленск. Может, они в Смоленске решили там что-то за что-то прикрутить этого Лукашенко. Понятно, что его выкручивают как могут. И вроде бы вернулся, но тоже на фотографии. Я сейчас глянул и спел фотографии. На фотографии нет самого Лукашенко. Там написано, вот, как Лукашенко начинает свою рабочую неделю. Это его официальная пресс-служба. Там куча людей, только там нет Лукашенко на этой фотографии. Может, и не начинает. Я за него беспокоюсь каждый раз. К тому же, в Москву уже подогнали лидеров Абхазии и Южной Осетии. И, возможно, пытались подписать договор о создании нового СССР из четырех для начала республик. Россия, РФ, Беларусь, Абхазия и Южная Осетия. Ну, СССР тоже с четырех начиналось, правильно, насколько я помню. Поэтому логично, ну, была Россия, тогда Беларусь, Украина и Закавказская республика. Так и здесь, вот, вместо Закавказской, вот, две Абхазия и Южная Осетия. На что-то его ломают, на что-то его пытаются. А у него проблемы, у Лукашенко, у него нет денег вообще. Вот просто тотально сейчас нет денег. В казне имеется в виду. Настолько плохо, что он приказал снизить температуру воздуха в театрах. Понимаете, вот, театральные новости культуры. Да, да, да. Была встреча, вот, буквально там, не помню, неделю-две назад. С министром культуры его и еще какими-то там людьми, которые за все отвечают. Я не помню, честно говоря, в каком формате, но ему министр культуры попросил выделить деньги для главного, там, театр главный какой-то есть в Минске. И театр абсолютно лояльный. Лукашенко, естественно, показывающий пьесы, там, вот, Лукашенко и дети. И Лукашенко сказал, вы что, говорит, у вас же билеты должны продаваться, вот вы с них и живите. Какие деньги, вы о чем? На что министр культуры сказал, ну да, билеты, да, все, ну вы, пожалуйста, дайте хотя бы вот на отопление. На что Лукашенко сказал, да вы что, 17 градусов поставьте, и все, при 17 нормально можно жить. Не надо, ничего я вам не дам. То есть денег реально нет. Ну это логично, когда у России нет денег в казне, а у них нет денег в казне, то уж на Беларусь точно не хватает. Вчера также появилась информация, что, вероятно, причиной смерти министра странных дел в Беларуси Макея было самоубийство. Как думаете, может быть? Вот интересно, да, я, когда только случилось все это с Макеем, я сказал, прям без обиняков, как говорится, что его убили россияне. Убили по понятным причинам, с понятными мотивами, понятно, за что и почему. Потому что он реально был единственным мостом настоящим для Лукашенко к западному миру. Он был единственным человеком, которому с одной стороны доверяет Лукашенко, ну в какой-то степени большой, достаточно значительной степени доверяет. И которого не просто пускают в Европу, а которого хорошо знают в Европе, просто хорошо знают. Понятно, что назначить завтра другого министра, тоже пустят в Европу, мы поговорим. Но все-таки Макея столько лет на разных должностях, он до этого был руководителем администрации президента Лукашенко, он постоянно отвечал за связи с Западом. Он был как бы самым западником в их власти считался. Он, по-моему, с западным образованием даже человек, по-английски говорил свободно. И понятно, почему его убрали, как я тогда сказал. Но все, что тогда знали, что инфаркт, правильно, заболел человек и умер. А когда сейчас уже выясняется из четырех разных источников, что это самоубийство, то уже называется все, уже осадочек остался. Да, ложечки-то это, а осадочек остался. Потому что если вдруг выясняется, что то, что считали инфарктом, оказывается самоубийством, так это уже недалеко до ликвидации россиянами, правильно, ну уже как бы, чего уж тут тогда два раза-то вставать. Давайте сразу скажем, что россияне убили. Субтитры создавал DimaTorzok